Украинские военные применили систему залпового огня, попадали и в жилые дома. В печально известном пригороде Семеновке, по свидетельствам местных жителей, не осталось ни одного целого здания. Население спешно эвакуируется. На данный момент поселок практически обезлюдил. Эти сведения приводят в правительстве самопровозглашенной Донецкой Республики. При этом буквально накануне на заседании трехсторонней контактной группы по реализации мирного плана, она состоит из представителей Украины, России и ОБСЕ, новый президент Петр Порошенко сказал дословно следующее. Мы на этой неделе должны прекратить огонь. Впрочем, в Донецке и Луганске эти слова доверия не вызвали. Мобилизация продолжается, как и противостояние в ключевых населенных пунктах. Так, по сообщениям самообороны, в небе над Славянском опять появились боевые самолеты. Об обстановке в городе по телефону рассказал наш корреспондент Александр Евстигнеев. В Славянске подсчитывают потери от артообстрела. Нам точно известно о троих погибших. Это пожилая женщина, это 14-летний мальчик и девочка 5 лет. Все они убиты от столками мин и снарядов, выпущенных по Славянску, так называемой Национальной гвардией. Первые залпы в городе услышали вчера примерно около 10 утра. И продолжался обстрел не менее 4 часов. Судя по осколкам, по городу бьют из минометов. Также ополченцы утверждают, что было сделано не менее 50 залпов из 240-мм гаубиц. Тут взрывался свисты, шум, шорох. Тут не поймешь, куда какой летит, и к тебе в дом или в соседний дом. Тут уже так успокаивается все, и тогда начинаешь высовываться и смотреть. Своя крыша на месте, слава богу. В Славянске сгорело несколько жилых домов в разных частях города. Один снаряд попал в трехэтажный купеческий дом, который был построен около 200 лет назад. Особняк сгорел именно в этом здании и погибла 5-летняя девочка. Есть информация, что в доме находились в том числе семьи ополченцев Славянска. И судя по точному попаданию украинской артиллерии, в городе работает корректировщик огня. Командование ополчением Славянска провело пресс-конференцию. К журналистам выбили шестерых пленных. Это солдаты украинской армии и так называемой национальной гвардии. Их захватили без боя. Молодые люди рассказали, что их сейчас содержат в камере отношения корректные. Утверждают, что сами они не стреляли. А про то, что происходит в Славянске и вокруг города, узнавали только из сообщений украинских средств массовой информации. По телевизору показывали, что стреляют из артиллерии по городу, по центру города. Думали, что стреляют по городу по странам, по странам наемных. Видно, что это все. В результате артобстрела сгорел склад сельхозтехники и несколько павильонов строительного рынка. Но главное, разрушена автозаправка и электрическая постанция. Уже несколько суток в Славянске нет воды, а со вчерашнего дня нет электричества. Перебой с сотовой связью. В магазинах на жаре начинают портиться продукты. Дефицит бензина. Сегодня ночью и рано утром на окраинах города также была сплошена сельба. Александр Истиннеев, Дмитрий Киеновский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова